Привет, дорогие зрители, с вами снова Артур, и сегодня у нас небольшое на самом деле видео, я просто хотел вам показать новый ништяк, который у меня появился, это вот такая вот коробочка, и сейчас мы проведем небольшой анбоксинг, посмотрим что там внутри, и потому что, как вы знаете, Xbox я люблю, и на аккаунте в Xbox у меня больше игр пройденных, чем на том же PlayStation, скажем. Однако при этом, как вы могли заметить, именно для канала я больше игр прохожу на PlayStation 4 Pro, потому что это тупо удобнее, и во многом еще и благодаря тому, что Xbox в последнее время как-то странно себя ведет, но вы знаете, Большая часть эксклюзивов Microsoft, они выходят и на ПК, то есть на Windows 10, мультиплатформа на обычном Xbox была хуже, чем на PS4, потому что он был слабее, ну и соответственно, Xbox, вот этот вот гробик, я его использовал скорее как медиа-центр, то есть по большей части из-за того, что в плане медиа-сервера он заметно лучше, чем PlayStation, на мой взгляд, конечно же, я против всяких консольных войн, потому что это тупо, я его использовал для того, чтобы поигрывать для себя в игры, потому что, ну, мне плевать на самом деле на различия в графике, но если я буду показывать на YouTube, то мне нужно показать лучшую версию, как вы понимаете. Этот Xbox у меня уже давно стоит, я смотрю на нем сериалы, фильмы, время от времени поигрываю в игры, вот сейчас вот купил себе Assassin's Creed Origins, и в результате оказался далеко не так плохо, как мне показался поначалу, то есть противоречивая игра, но тем не менее тащит, по-своему тащит, играть интересно, ну и соответственно Xbox One X, Xbox One X это по сути то же самое, что Xbox One, то есть просто Xbox, однако на новых мощностях тут новое железо, и это железо, оно позволяет запускать практически все игры, но которые поддерживаются, там понятное дело не все игры, выпускаются обновления для того, чтобы работали в 4К, там в 60 кадрах, но очень многие популярные игры теперь будут выглядеть заметно лучше, то есть по большей части этот Xbox я взял для себя, то есть у меня четкое разделение, PlayStation для работы, Xbox скорее для души, потому что я всегда был больше сторонником Microsoft, и повторюсь, меня очень печалило то, что Microsoft как-то мечется последние годы и сама не знает, что хочет. Помните последнюю E3, да? Игры на ПК, игры на консолях, что эксклюзив, что не эксклюзив, непонятно, непонятно. И между тем, Xbox для меня всегда был неплох. В любом случае, всегда хорошо, когда есть конкуренция. Я уже сто раз вам говорил, что без конкуренции практически любая компания начинает зазнаваться, начинает выпускать какую-то шнягу, извиняюсь, и именно конкуренция, то есть когда два или более конкурентов начинают бороться между собой, именно тогда происходит что-то эдакое, то есть начинает появляться все более и более качественный проект, каждый пытается переплюнуть другого. В конечном счете выигрываем мы, потребители, и поэтому новая супер-мощная консоль Xbox One X может реально тогда прикурить PlayStation, что в свою очередь даст PlayStation тоже толчок, и консольная гонка снова продолжится, потому что сейчас она начала немного приостанавливаться, все начали успокаиваться, все поняли свое место, но потом вышло вот это вот. И все такие, блин, что-то она продается лучше, чем мы оба, может мы что-то неправильно делаем и тому подобное. Вот, если у кого есть Nintendo Switch, поиграйте в Mario, поиграйте в новую Mario, серьезно, это шедевр, это просто очень круто. Ладно, об этом можно долго говорить, но эта консоль, она просто тянет все современные игры, и многие популярные старые в 4К в 60 кадрах, здесь вычислительная мощность 6 терафлопс, и помимо всего прочего, она меньше, чем вот эта вот. Давайте проведем сравнительный анализ и посмотрим, что же там вообще внутри есть. Здесь три буклета, в которых объясняется, чем хорош Xbox, как его подключать, конверт для этого буклета, и на удивление минималистично сама консоль, то есть все, там нету каких-то серьезных наворотов, как это было в первых ревизиях, то есть я думаю, вы помните, коробочка раскрывается, там еще коробочка, еще коробочка, и много всякого, здесь поменьше, здесь спокойнее. Вот и сам Xbox One X, он заметно поменьше, чем предыдущий Xbox, и это очень хорошо. И сейчас мы его посмотрим, только давайте сначала мы посмотрим, что вот в этой коробочке. Здесь у нас HDMI кабель для подключения консоли к телевизору, либо проектору, что у вас там. И, как неудивительно, геймпад. Самый обычный геймпад от Xbox One, то есть, на мой взгляд, один из лучших геймпадов, и он мне очень нравится, но у него одно отличие от старых ревизий. Я давно хотел посмотреть, чем отличаются новые геймпады от старых. У них здесь сразу идет, вот как раз где я держу, где мои пальцы, то есть наверху, если вы видите, идет цельный пластик. На старых геймпадах здесь была компоновка из нескольких частей. Это ни на что не влияет, просто заметка. Геймпад от Xbox, на мой взгляд, одни из самых удобных, но, на мой взгляд, Xbox 360 геймпад все-таки удобнее, чем геймпад от Xbox One. Но это, конечно, вкусовщина. Ну и по-прежнему, по-прежнему эти геймпады работают на батарейках, то есть на пальчиковых батарейках. В 2017 году это выглядит пипец как архаично. Но я думаю, практически любой прохаванный игрок на Xbox уже давно купил себе вот такой вот аккумулятор, который продается отдельно, конечно. Но по большей части решает проблему с батарейками, то есть вы вставите и начинаете пользоваться геймпадом как белый человек, то есть подзаряжаете его, когда он разряжается, что происходит редко. И вот именно то отличие, про которое я говорил. Новый геймпад. Старый геймпад. Посмотрите, наверху блестящая глянцевая вставка, которая, ну, делает геймпад несколько отличным. Не знаю, кому-то это может важно, кому-то нет, но это так. И, помимо всего прочего, кабель питания, который выглядит вот так, то есть они отказались от большого здоровенного блока питания, который гудел как самолет. Ну, он и сейчас гудит у меня в зале, то есть на предыдущей ревизии. Блок питания здесь встроенный, и вы просто подумайте, здесь сама консоль, то есть все железо, достаточно мощное, как вы понимаете. И жесткий диск, все находится здесь. То есть оно занимает минимум места, и это реально круто. Это реально круто. Кстати говоря, вот так вот консоль во время работы старую ревизию ставить нельзя, потому что это может повредить диск, да и вообще в целом не советуют в ваннах вентиляции. Но некоторые ставят, я знаю. Новую консоль можно ставить на бок, и ничего тебе не будет. Продаются там специальные крепежи, но даже без них она вроде бы достаточно устойчива. Боже, какая она тяжелая. Она, по-моему, я думаю, за блока питания. Она тяжелее где-то раза в два, чем старый Xbox. И при этом сравните размеры. Равните, насколько новая консоль тоньше, это первая, и ну просто меньше. Вот она выглядит примерно вот так. Но на самом деле круто, выглядит она очень приятно. И при этом в ней нет бесячего глянцевого пластика. Потому что, повторюсь, вот эта, это не круто. Потому что эта консоль, как правило, у меня стоит, допустим, в зале. И на нее, волей ее судеб, ставится много всего. Там пульты, геймпады. То есть поверхность, если вы посмотрите, она заляпана. И она вся исцарапана. То есть мне не нравится глянцевый пластик. Я уже сто раз говорил. Матовый пластик намного лучше. В целом, исполнение консоли достаточно спартанское. То есть выглядит одновременно богато. Но при этом, это просто пластиковый кирпич. Выглядит технологично, повторюсь. Даже вон Тосе понравилось. То есть ты будешь лежать здесь, ясно. Но без изысков. Та же PlayStation 4 Pro, на мой взгляд, выглядит одновременно и более уродливо. Но при этом более технологично. Повторюсь, ну кирпич. Кирпич, по сути. Но симпатично. Так, давайте посмотрим, что сзади у нас за вход. Здесь у нас два USB-SS, HDMI-in и HDMI-out. Звуковой. Оптический выход. Вот Ethernet и питание. То есть, посмотрите. В ближайшее время мы сделаем несколько видео по этой консоли. Я думаю, что полноценный обзор какой-то стоит будет сделать после недели хотя бы пользования. Потому что сейчас будет много новинок. Я собираюсь на этой консоли поиграть в Assassin's Creed Origins. Потому что вроде как он является самым красивым среди консолей на Xbox One X. Буду играть на нем в Call of Duty World War 2. То есть, мы это дело увидим на стримах. То есть, не подумайте. Вы вместе со мной это все увидите. Ну и все последующие новинки за ближайшие пару месяцев. Консольные или мультиплатформы я постараюсь проходить на Xbox One X. Просто потому, что людям это интересно. Ну и мне интересно, как бы пощупать новое железо за вымя. Ну посмотрим, посмотрим. В общем, вот такой вот он Xbox One X. Самая мощная по заверениям маркетологов на данный момент консоль. Но как мы знаем, самое главное это игры. Даже если мощности твоей консоли хватит, чтобы запустить спутник на орбиту Земли. Это не значит, что консоль хорошая. Главное, чтобы на консоли были игры. С этим у Xbox One X на данный момент одновременно и нет проблем. Потому что мультиплатформы просто куча. Здесь мы будем иметь лучшие версии. И при этом есть. Потому что я не понимаю политику Microsoft насчет эксклюзивов. Но посмотрим, посмотрим. В ближайшее время. В ближайшее время, я думаю, все прояснится. Потому что они вроде как крепко взялись за консольное направление снова. Как я уже говорил, конкуренция это всегда хорошо. И именно благодаря конкуренции можно увидеть какие-то новые прорывы в сфере игровых технологий. Потому что без них будет стагнация. Но будет ли это так? Или это очередной громкий PR-ход от Microsoft? За которым последует, скажем, выпуск игр на консолях Sony? Я уже ничему не удивлюсь, серьезно. Покажет время. И в принципе вот такой вот он был анбоксинг. Надеюсь, он понравился. Надеюсь, он был информативным. Потому что на самом деле он был достаточно коротким. И напишите, нужно ли вам развернутое мнение по этой консоли через неделю. Я в принципе могу это сделать. Потому что эту неделю я буду активно щупать ее за вымя. Посмотрим, как она все будет развиваться в ближайшие месяцы. Наблюдайте за видео на канале. Потому что многие из них будут сняты вот на этом монстре. Монстр он или нет, на самом деле мы тоже увидим в ближайшее время. А на пока что все. Такой небольшой анбоксинг. С вами был Артур. Увидимся. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok